Давайте договоримся сразу. Этот ролик не будет однозначно позитивным, но и не будет негативным. Мы просто поговорим с вами про факт того, что сейчас происходит с New World. Сразу скажу, что если вы хотите закопать игру, мол там все очень плохо, онлайн фатально просел, то нет, ситуация немного другая. У нас есть просадки по онлайну, но мне кажется, что они были предсказуемы, правда не мной, даже мне казалось, что ситуация будет несколько лучше. В общем, как обычно традиционно, вначале про постоянного спонсора. Perfect World Classic это одно из немногих MMORPG, которая получила свою классическую версию, правда неофициальную. Вместо этого ее создали любители. Проект Comeback BV это сервер, который предлагает вам возможность окунуться в самую раннюю версию игры под номером 1.3.6 и в более привычную, выступающую в роли аналога Гнева Короля Лича под номером 1.4.6. Сам я обосновался на второй, ведь там прокачка ощутимо быстрее. Вместе с этим сервер предлагает вам множество удобных доработок, среди которых, конечно же, оффлайн-коты. Возможность использовать адекватно работающий автопуть и подсветка противников. Кстати, Comeback BV совсем недавно анонсировал запуск нового сервера под номером 1.4.6.x. По сути своей, это сезонный мир, который просуществует всего 365 дней, и после чего всех персонажей перенесут на основной 1.4.6. Название нового сервера – Марафоница, и как вы понимаете, оно здесь неспроста. Ведь 1.4.6.x предложит вам возможность поучаствовать в десятке различных активностей с призовым фондом, каждый до 1 миллиона российских рублей. В общем, если Comeback BV вас заинтересовал, заглядывайте по ссылке в описании. За регистрацию по ней и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! Итак, давайте поговорим на чистоту, что у нас сейчас происходит с New World. Как вы, наверное, знаете, чуть больше месяца назад разработчики из Amazon Games открыли фреш-сервера. И на фреш-сервера, скажем так, были довольно большие надежды. Как у людей возвращающихся, так и у тех, кто в целом в New World на тот момент играл. В частности, это было связано с довольно крупным ивентом Return to I-Turn, который показал всю мощь маркетинга Amazon Games. Потому что, как бы вы к компании не относились, какой бы вы плохой ее не считали, или наоборот хороший, но именно вопрос маркетинга у них проработан очень хорошо, и тот ивент, который они выкатили, скажем так, довольно высокого уровня. И многим другим компаниям есть чему поучиться. Причем, речь, поверьте, далеко не про Activision Blizzard, а в целом вообще про игровую индустрию. Потому что выделить сервера для блогеров, чтобы они участвовали в ивенте, за который будут даваться награды всем зрителям этого блогера, это что-то абсолютно уникальное, несравнимое. Безусловно, я допускаю, что возможно в каких-то других проектах проводилось что-то подобное, но сам факт, это довольно большой масштаб, и в рамках именно MMORPG Индустрии, это довольно крутой ивент, который показывает весь уровень взаимодействия и саму в целом работу маркетингового отдела, что в целом немаловажно. Благодаря такому подходу, плюс скидки в 50% на игру, плюс релиза фреш-серверов, плюс в целом рост положительных отзывов, мы получили почти 130 тысяч онлайнов в пике, что является довольно неплохими показателями. Там было, конечно, не 130, было чуть-чуть меньше, но, условно, пусть будет 130, округляем. Сервера, которые были запущены, довольно быстро обзавелись очередями, на каких-то можно было постоять в очереди 10 тысяч человек, как, например, на Клеопатре или на Артемисе, на каких-то приходилось стоять в очереди из 5-6 тысяч человек, как, например, на Гавейне. Но глобально сообщество оживилось, сообщество начало возвращаться в игру, появилось довольно много различных языковых серверов, на которых начала кооперироваться снова языковая банда. Если мы говорим, допустим, про русский различный сегмент, то это, в первую очередь, Гавейн, во вторую очередь, Мхотеп. Что, в целом, показывает довольно большую заинтересованность игроков непосредственно в игре в этот сам New World. Плюс, в целом, люди решили дать, может быть, второй, а кто-то даже, возможно, даже третий шанс этому продукту. Это, безусловно, очень хорошо, и нужно сказать, что, в целом, по началу, отзывы как на прямых трансляциях, так и непосредственно в игре, так и в различных дискордах были крайне положительные. Игроки прям подмечали, что динамика в игре есть, что разработчики из Амазон действительно над продуктом поработали, они действительно добавили в игру много нового контента, они поработали и переработали прокачку, сделав её интереснее и динамичнее, они потрудились над ПВП-наградами, они постарались в вопросах арены. То есть, в целом, был такой, знаете ли, прям шквал положительных отзывов. Очень редко встречались люди, которые говорили что-то негативное, например, у меня на трансляциях, может быть, таких человек пять было от силы, что, скажем так, даже по отношению к релизу New World'а, это довольно мало, потому что на релизе по пять человек минимум на каждом стриме было, кто негативно отзывался в адрес New World'а, а здесь всего человек пять за вот почти месяц стримов. И нужно сказать, что это всё воодушевляло. Я, наверное, совру, если скажу, что меня это прям очень сильно подбадривало. Подбадривал и невероятный онлайн на трансляциях, почти 400 человек в прайме, это просто абсолютный рекорд для моего канала, меня это тоже очень сильно радовало, в World of Warcraft я такого очень давно не видел, и, честно, не ожидал, что смогу увидеть такое в New World'е, поэтому, в целом, меня это всё заряжало. Безусловно, было ясно, что вначале уйдут люди, которые пришли на хайпе и до конца не понимают, что такое New World, потом уйдут блогеры, которые пришли ради ивента Return to Eternal, потом уйдёт ещё какая-то часть их аудитории, и отвалится ещё какое-то количество задержавшихся людей, которые пришли на хайпе, но всё-таки не до конца ценят MMORPG. И после этого я предполагал, что онлайн остановится на отметке тысяч, знаете ли, 80. Вот если 100, это будет прям круто, но я оценивал примерно 80 тысяч, потому что мне казалось, что это в целом адекватные показатели, и можно сказать, что New World на данный момент выполнен для этих показателей на нужном уровне. Но я ошибся. Нужно сказать, что я в последнее время очень много ошибаюсь, и мои прогнозы чрезвычайно не точны. Возможно, это связано с тем, что теперь я стал выпускать очень много контента и слабо фокусируюсь на некоторых темах, не даю углубленную аналитику, детально не разбираю происходящее. Возможно, это моё упущение. Возможно, моё упущение заключается в том, что я плохо понимаю, что делает Амазон, а может быть, сами Амазоны перевернулись в воздухе, а может быть, просто мы переоценили игру в очередной раз. Честно вам скажу, что когда я шёл в New World, я не строил прям каких-то больших надежд, я понимал, что будут баги, будут лаги, будут проблемы, будут недоработки. То есть всё то, что и было год назад, только контента станет побольше, проработанности станет побольше, и в целом игра будет играться гораздо лучше. Но в итоге оказалось, что я просчитался по онлайну буквально в два раза. На текущий момент среднестатистический онлайн по больнице составляет примерно 45 тысяч игроков, если верить Steam-площадочке. Если верить непосредственно онлайн-статс на NVDB, то там прайм-тайм где-то 50-55 тысяч. На выходных пробивает плашку в 65 тысяч. Но выходные, вы сами понимаете, довольно плохой показатель, потому что на выходных заходят в игру буквально все. То есть получается, что глобально средняя температура по больнице — это 42 тысячи игроков в онлайне. Это в два раза меньше, чем я рассчитывал, и примерно на 20 тысяч меньше, чем было до того момента, как выпустили фреш-сервера. То есть игроков было банально больше. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что очень значительная часть игроков все-таки разочаровалась в New World повторно, и игру покинула. Об этом же говорят некоторые комментарии у меня под роликами про New World, потому что я выпускал уже несколько видео на этот счет. И честно, реакция на текущий момент не очень положительная. Игроки прям пишут, что разочаровались, что они расстроены, они дали второй шанс, они решили спустя год попробовать впервые, и игра не оправдала их ожидания, было очень большое воодушевление. Это все не подкрепилось. Сразу говорю, не кидайте в меня палками, не надо. Я лично на текущий момент в целом New World доволен, но у меня тоже есть определенное разочарование, которое я получил после выпуска вчерашнего подкаста, в котором мы обсуждали будущий таймлайн Amazon Games, в котором они расписали, что они планируют делать в ближайший год, и, по сути дела, все то, что они обещали сделать в ближайшие пару месяцев, вернее, не так, намекали на то, что они сделали в ближайшие пару месяцев, они перенесли на весну или на лето. То есть, фактически, какие-то фундаментальные механики, вроде кроссерверных полей боя, арены ЛФГ, все это заброшено куда-то в дальний ящик, и вот это прям очень сильно подкашивает. Я, безусловно, на данный момент New World не бросаю, я в него все еще поигрываю, я все еще не был в пустыне, я все еще не был в The Innate. Мне хотелось бы в двух этих местах побывать, потому что это довольно большой пласт контента, который я еще не пощупал, но в целом есть, знаете ли, такая определенная дизмораль от происходящего, потому что я, честно, ожидал большего. О чем это свидетельствует? Знаете, мне бы хотелось выпустить гигантское видео, в котором я бы сказал, что вот все однозначно плохо, фреш-сервера умирают, Amazon не предпринимает никаких действий, и New World снова в упадке. Но это будет не до конца правды, потому что Amazon Games все-таки работают над исправлением ситуации, и запустили снова мерш-серверов, но в этот раз в основном фрешей. Если говорить конкретно про наш русскоязычный сегмент, то здесь все довольно просто. Сервер Enkidu вольют в Realm Artemis, ультразнаменитый вольют в Krasus, Yermungar вольют в Imhotep, а Ilium будет объединен с Galahad. Это все объединения, которые пройдут непосредственно в Центральной Европе. Есть еще объединения также и на Legacy серверах, это на старых серверах имеется в виду. Dracul объединят Skyr City. Тоже кое-какие объединения, тоже кое-какой прогресс в этом плане и намечается. Но глобально нельзя сказать, что прям много серверов между собой будут мержить, и в целом ситуация на данный момент весьма стабильна. С другой стороны, как мне кажется, пора поговорить откровенно и признать один очень важный факт. Я думаю, что очень много игроков делало реально большую ставку на Amazon и год назад, и сейчас, потому что всем хочется какого-нибудь, знаете, нового экспириенса, свежего MMORPG, переосмысления жанра, может быть, каких-то графических новых фич, нового геймплейного какого-то прорыва, большого проработанного мира, множество механик, большое количество активностей, но при этом, чтобы их можно было посещать опционально. То есть, все в целом хотят какое-то новое MMORPG, желательно AAA. Это в целом нормально, потому что за последние лет пять у нас не выходило AAA MMORPG в принципе, а последние реально достойные проекты, которые живут до сих пор, это Black Desert 2014 года, если вообще не 2013, если честно, до конца не помню, в каком году Black Desert релизнулся. Как вы понимаете, с этого момента прошло минимум 8 лет, и это очень большой промежуток. Царствуют на рынке сейчас что Final Fantasy 2010 года, что условно World of Warcraft, тоже 2004 года. Две основные MMORPG, которые сейчас преобладающую аудиторию у себя собирают. Новое есть в разработке, но когда выйдет непонятно. И, конечно, в таком контексте очень хочется наконец-таки найти что-то новое. Amazon, как крупная компания, выпустила новый продукт с интересной концепцией, с интересной идеей, которая в целом зарядила многих игроков на позитив. Лично меня она очень сильно воодушевила, потому что я ждал момента, когда у меня появится возможность сменить один душный мир на другой более позитивный и радужный. У меня этого не получилось, я в какой-то момент даже очень сильно из-за этого тильтанул. С другой стороны, я для себя сделал один очень важный вывод про New World. Мне кажется, что нам нужно признать очень простую истину. New World — это неплохое MMORPG, но нельзя делать на него большие ставки. Нужно рассматривать New World как продукт, который звезд с неба не хватает. Это небольшое, приземленное MMORPG от крупной компании. Оно никогда не получит каких-то больших, крупных DLC и обновлений, не получит множество новых рейдов, полей боя, и все это не будет происходить по щелчку. Все интересующие нас механики, которые мы привыкли в других MMORPG видеть, и которые мы хотели бы видеть в Нью Ворлде, тоже за месяц не завезут, и не факт, что много из них вообще в целом появится. Кто-то хочет видеть в этой игре битву питомцев, кто-то хочет видеть рейдовый контент, кто-то массовые поля боя, кто-то рейтинговую арену, но разработчики явно либо не могут, либо у них не хватает персонала, либо не хватает времени, либо финансирования, но по каким-то причинам они не могут дать это все и сразу, они бесконечно этот контент растягивают, хотя значительную часть из него, повторюсь, мы видели уже давно, но они действительно над своим продуктом работают. То есть, что бы ни происходило с Нью Ворлдом, нужно понимать, что Амазон продолжает его поддерживать. Они выпускают немного контента, но его создают все-таки. В таком контексте нужно признать простую истину, что все-таки Нью Ворлд никогда уже не станет гигантским, титаническим, крупным, мощным, популярным MMORPG. Определенно, Амазон попытались это сделать, выпустив фреш-сервера, определенно, они предприняли очередную попытку отхватить еще больше кусок пирога, но у них это не получилось. Если вероятность, что они сделают это повторно, я думаю, вы сами понимаете, что шанс на текущий момент очень мал. Я предполагаю, что обжигаясь второй раз подряд, они перестанут предпринимать попытки в обозримом будущем и через год, возможно, мы не увидим нового какого-то гигантского ивента и бума. Проще говоря, Нью Ворлд это неплохое MMORPG, в которое можно играть, но нужно понимать, что в целом это казуальное MMORPG, в которое можно зайти почилить вечером. Сходить в мифик на плюс 10, сходить, пособирать ресурсы, заглянуть на инвейджен, откатать 1-2 аутпоста, отбегать пару аренок, может быть, сходить в Зенет, немножечко попотеть со слабой группой, но и глобально, в общем-то, все. То есть, это простое MMORPG, которое дает довольно казуальный и доступный каждому из нас контент. Мы никогда не увидим здесь какого-то эпического массового противостояния, огромное количество сильных активностей и так далее, но тем не менее, это не означает, что у этой игры нет своей аудитории и точно так же это не означает, что эта игра плохая. Как говорится, MMORPG бывают абсолютно разные, даже у MMORPG про танцы в свое время была своя аудитория, даже онлайн-игра по корсарам до сих пор собирает свою аудиторию мониторов, хотя в нее продолжает играть около тысячи человек, но эти люди продолжают поддерживать сервера в прямом смысле этого слова, оплачивая эти самые сервера и работу разработчиков, буквально напрямую. С New World будет схожая ситуация. Эта игра не мертва, 40-60 тысяч онлайна, которые она скорее всего удержит, это все-таки довольно большая цифра. Нужно понимать, что 60 тысяч онлайна в перспективе это 200-250 тысяч активных игроков, это довольно значительная сумма. Не в каждом городе России, Украины, Беларуси, Казахстана или любой другой страны проживает столько людей, сколько сейчас окунается в мир New World. Но при этом нужно признать тот факт, что эта MMORPG никогда не станет крупным, оно никогда уже не станет прорывным, но плохо ли это? Это уже совсем другой вопрос. Ставить жирную точку в контенте по этому MMORPG я, конечно же, не буду. Мы продолжаем следить за этим MMORPG, я продолжаю по возможности стримить его на Твиче, так что можете заглядывать, я буду там вам очень рад. Если же вы по каким-то причинам может быть соскучились по моему контенту по Варкрафту, вы можете заглянуть ко мне на Васт, ссылка тоже есть в описании. И на этом, в общем-то, все. Пишите в комментариях, что думаете, что вас разочаровало в New World, что вас в New World порадовало. Играете ли вы на текущий момент или вы ушли? Очень интересно узнать ваши впечатления без преувеличения. Правда, хотелось бы почитать ваши комментарии, потому что, как мне кажется, второй перезапуск подошел к своему логическому заключению и мы можем сейчас обсудить, как вы к нему в целом отнеслись и какие эмоции он у вас вызвал, как в целом вам игра. А также не забудьте поставить ваши царские лайки и подписаться на канал. Это очень мотивирует выпускать новый контент. Заранее спасибо за любую проявленную вами активность и до очень скорой встречи.